К другим вопросам. Родители выпускников девятых классов Книжпаговского района переживают. Учащиеся девятых классов начинают писать пробные экзамены. По два каждый день. Один обязательный предмет и один по выбору. Получается оба дня. Почему надо все оставлять на последнюю неделю перед каникулами? Неужели нельзя разделить пробные экзамены по дням? Детям о том, что они сдают так экзамены, в таком режиме сообщили всего за один день. Понимаю эмоции родителей. На самом деле у нас нет такого понятия пробный экзамен. Я думаю, что это что-то в виде контрольной работы. И действительно пытаются сейчас все ближе познакомить с форматом основного государственного экзамена. Четыре экзамена наши девятиклассники будут писать. Если мы вспомним нормативные документы, в том числе СанПИН, нельзя проводить больше одной контрольной в день. А это все равно контроль, неважно, как мы его назовем. И, конечно же, об этом надо предупреждать. Во-первых, учебный предмет должен стоять в расписании. И, конечно, учитель, я сама была учителем, не предупредить о том, что будет контрольной, просто что-то раздать и написать. Это недопустимо. Все-таки нам сейчас, у девятиклассников, важно сохранить, сберечь их психоэмоциональное состояние. Они волнуются, у них еще возраст такой. Для них эти экзамены — это новая математика, русский, это обязательно, плюс два по выбору. Поэтому здесь, конечно, я обращаюсь и к директорам школ Княжпогодского района, и к управлению образованием. Как-то организовать эти процессы. Чаще всего оно не стоит того. Какие-то темы, какие-то задания можно повторить в рамках уроков. Познакомиться с форматом заполнения бланков и оформления самого экзамена можно тоже познакомиться где-то во время уроков дозированно. Поэтому здесь я считаю, что если это действительно так, и по две, по три контрольных в день, это недопустимо. Я предлагаю родителям обратиться в первую очередь к классному руководителю, ну или, наверное, сразу к директору школы. Надо отрегулировать эти вопросы. Продолжение следует...